Всем привет! Меня зовут Илья Капитан, он же Skystar, и мы сегодня поговорим о том, какой баскетбольный мяч нам выбрать для игры. Поехали! Так, для начала нам надо узнать, где мы будем играть, в зале или на улице. Значит, если мы играем в баскетбольном зале, зал этот профессиональный, ну или обычный, мы можем в принципе использовать любые мячи, будь то резиновые, кожаные или лакированные. Но, я вам расскажу, подскажу, как можно в более качественном выпуске больный мяч подобрать его лично под вас, под ваши параметры. Допустим, если вы на мячок, да, если вы не умеете прямо там кидать или, не знаю, вести как бы конкретно хорошо мяч, вы можете использовать дешевые мячи совершенно любой фирмы, любого производителя, там, начиная от 100 рублей, заканчивая там, ну, на ваше усмотрение, на ваш кошелек. Но, сразу не пытайтесь покупать какие-то дорогие мячи, какую-то дорогую форму для себя, там, баскетбольные, какие-то крутые кроссовки. Так как вы, в принципе, не умеете играть, и они больше рассчитаны на профессионалов, нежели как на обычных людей. Но, если вы хотите покрасоваться, там, выпендриться, как можно сказать, на площадке, прийти в красивой форме и потом показать любое качество и знание баскетбола, то это все в ваших руках. Значит, если мы играем в зале, нам подают совершенно любые мячи, это я уже сказал, но, если вы уже играете хорошо и хотите уже подобрать для себя более какой-то, ну, лучший вариант, то лучшим вариантом, естественно, славится кожаный мяч баскетбольный фирмы Spelding. Так как он больше разрекламированный и качественный. Во-первых, он сделан практически с натуральной кожи. Компания Spelding выпускает не только кожаные мячи, но и резиновые, ну и композитные кожи тоже используются. Значит, кожаный мяч, такими мячами играет в основном в МБА, в профессиональных лигах, ну и тренировка для разминок и всего, ну, совершенно подходит. Значит, если вы женского повода, то женский повод играет у нас сейчас шестеркой, это размер. А если вы парни, то лучше уже начинать сразу же семерки. Также зависит все от возраста. Если вы маленького возраста, там, вам лет семь, там, девять, это тоже зависит. Потому что вы можете быть небольшого роста, и у вас рука будет, ну, маленькие руки, вам надо покупать мячи более меньшего размера. Там пятерочка, там есть четверочка такие совершенно, ну, даже не совершенно, а вот сто процентов подходит для вас именно. Для разогрева, можно сказать. Потом уже играть нормально. Но все равно стоит переходить на семерки. Так, если мы переходим уже к уличному госпитболу, это спитбол, улица, жара, в моменте на улице, там, эта площадка, естественно, покрытие, это асфальт, либо резиновая крошка. Например, мы используем в основном резиновые мячи. Ну, по крайней мере, использую я резиновые мячи, потому что мне их не жалко, они стоят не очень больших денег, но также есть резиновые мячи. Простые, которые стоят там, ну, на рынках там везде, они там начинают там от 100 рублей, заканчивая 300-400, да, они, в принципе, качество не очень такого хорошего. То есть, один любой удар, одна любая ямка, и на них сразу же образуются грыжи, там, какие-то трещины. То есть, они быстро приходят в негодность. А резиновый мяч, значит, лучше покупать каких-то уже известных фирм, таких, как вот, так же, Спеллин, как у меня, вот, ну, как, компания Nike, и Билсон, и еще многие другие, там, такие, как Киван Экспренд, там, баскетбольные. Ну, не будем всех подруг, ну, прямо всех перечислять. Так, что еще хотел сказать. Баскетбольные мячи такие же, как вот, Спеллин, там, Nike, все остальные, можно найти так же, не с большие, как бы, не с большие деньги. Ну, вот, просто надо пускать в интернет-магазинах очень хорошо, то есть, выбрать определенную модель, вы находитесь, там, например, стоит 1500, и начинаете влазить, вас 20, ищите, ищите, и потом можно найти за 600 рублей, за 400, то есть, это все на ваше усмотрение, то есть, настолько вы упорно будете, сколько у вас хватает денег. Если у вас нет такого мяча, по-моему, или кожаный, и вы хотите играть, или это, и, ну, в принципе, у вас нет ничего, нет, ну, другой, ну, в принципе, вы можете использовать и обычный кожаный баскетбольный мяч. Но, что с ним будет? Что с ним будет? Естественно, после долгих тренировок, после долгой игры, кожа, она, во-первых, высыхает, застирается, и, в принципе, вот, что с этим мячом примерно произойдет после двухмесячного использования. Он станет вот такого цвета, он будет очень сильно потертый, и, естественно, у него уже будет некрасивый такой вид, ну, примерно как у этого мяча, вот, я им играл, ну, месяца три, наверное, на улице, просто потому, что я хотел, ну, тренировок, выступил обычным, нормальным мячом на улице, вот, что с ним, в принципе, произошло. Также, что я хотел сейчас подметить, что хотел сказать, по поводу лакерованных мячей, если еще разновидится лакерованных мячей, там тоже самое, что их много разных фирм, много разных, ну, моделей, я, честно говоря, ну, по поводу баскетбола, ну, не советую вообще покупать лакерованный мяч. То есть, дело в том, что во время игры, то есть, когда вы будете потеть, то есть, когда у вас будут руки локры, сырые, этот мяч полностью будет вылетать у вас, он будет выскальзывать, и он, ну, совершенно нет никакого сцепления, он будет проскальзывать, вылетать. В принципе, если вы мне не верите, вы можете купить лакерованный мяч и сами попробовать, и потом, я не знаю, просто выброшенные деньги на ветер. Ну, этот мяч просто для красоты, его можно поставить в сервант, можно там расписаться и, не знаю, просто будет лежать в пылице. Ну, вот, в принципе, наверное, это все, то, что я хотел сказать. Удачи вам, успехов, значит, при выборе баскетбольного мяча. Не забывайте о тех параметрах, которые я вам сказал, и, в принципе, все зависит именно от вас. Если у вас, как бы, много денег, и вам не жалко кожаный мяч для игры на улице, купайте вы кожаный мяч, как бы не платите. То есть, если вы хотите просто, ну, играть, и у вас там не особо много денег, вы можете купить обычный резиновый мяч. Да, если, в принципе, быть честным, я раньше, когда начинал играть в баскетбольном мяча, мы кидали и футбольный мяч, и волейбольный мяч, ничего в этом такого нет. Да, конечно, естественно, вы привыкаете к весу, к определенному мяча, там, определенный вес, там, 700, там, 800. Поэтому лучше играть, конечно, профессионально ухоженным, в зале, ну, а на улице покупайте резиновый мяч, это мой вам совет. Всем мир, до новых встреч, и будьте счастливы, и помните, что человеческие возможности не ограничены. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok